Праздник искусства и творчества – это возможность для артистов еще раз продемонстрировать всем и талант, и самобытную культуру региона. Любой конкурс, любой фестиваль, который проводится на уровне края, город Сочи всегда принимает участие и всегда в списках лауреатов или победителей. Первое, что увидела компетентная жюри – это известный спектакль «Белые ночи» театра кукол «Саквояж». Он был создан специально для слабовидящих зрителей. И в целом же на участие в конкурс было подано около 500 заявок от различных творческих коллективов, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства. Очень много таких работ запоминающихся и действительно очень интересных, теплых, душевных. Конкурс называется «Народного творчества». Вот здесь, наверное, воплощение культуры и жизни духовной именно нашего народа. И все так переплелось, и все красиво. Изумительно. Самой привлекательной частью фестиваля стала скульптурно-музыкальная композиция «Умирающий лебедь». Именно так называется один из первых немых фильмов, снятых в Сочи в пешенебельном отеле «Кавказская ривьера». Этой ленте и посвятили номер. Завор с режиссером. Так, скажите, пожалуйста, что здесь? Инсталляция? Эта инсталляция называется «Режиссерская группа». То есть мы имитируем ретроспективу, как снимали в Сочи фильмы в 20-х годах прошлого века. Очень интересно попробовать себя в разных направлениях кинематографа, попробовать себя, так сказать, в роли женщины-хлопушки. А на сцене из Зимнего театра зрители ждал сюрприз. Увлекательные приключения итальянца в стране магнули. По сценарию знаменитый режиссер знакомился с многонациональным обществом Черноморского побережья. Победители муниципального этапа конкурса «Вослава Кубани. На благо России» отправятся в Краснодар, где пройдет финал фестиваля конкурса народного творчества. Гелена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.